Я никогда не пишу сценарий, я не думаю о чем я буду снимать видео, я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами, реальная Алания, жизнь в Турции, видео каждый день, приятного просмотра. Как солнышко светит, вообще как будто аж не верится даже, что я иду по мокрому асфальту, что целый день был дождь, вообще просто осеннее такое солнышко октябрьское, реально теплое. Клуб Бояр, Шан Прайм. Кто приезжает на Новый год, друзья, у меня там в том году я, по-моему, делал видео о погоде, об одежде, что там происходит зимой. Дело в том, что вы по-любому выезжаете не в футболках, поэтому теплую одежду брать не надо, она и так на вас будет, но она здесь и не нужна. Я хожу зимой в свитере и в кожаной куртке без подстежки, без подстежки, еще раз подчеркиваю. Шапку я одеваю, будете смеяться, но шапку я чаще одеваю в марте месяце, чем в феврале или в январе. И вот как-то вот так вот в марте вот именно сильно здесь бывает прохладно, как это не кажется странным. А февраль была плюс 25-28 вот в этом году, около 15 дней как минимум. Так что теплая одежда на вас будет, а что снимать из теплой одежды и в чем ходить, будете регулировать в зависимости от погоды. Конечно, посоветовал бы взять какие-то дождевички такие конкретные, потому что в конце декабря, в январе может быть ветер, которые зонтик просто не помогает, зонтик будет ломаться и все. То есть что-то такое брать, чтобы можно было и обувь такую, чтобы можно было по лужам шлепать и какой-то дождевичок, чтобы вы полностью были защищены от дождя. А так я думаю, что не замерзнете. Никто не знает, сколько будет градусов на Новый год, но может быть и плюс 18, а может быть и плюс 10, а может быть и плюс 8, а может быть и плюс 22, то есть все, никто не знает заранее. Там он наш бесхвостик, любимый наш, родной, пережил где-то, дождь переждал. Сейчас моему тоже. Вчерашняя прям картина у меня прям дублируется. Вчерашние котейки. Привет, родненький. Все, теперь ты и вискос, ура, да, привет, скажи, давай, давай, вискос. Здесь нету, нету туристов с рыбкой, да, которые тебя баловали тут в сезон. Нету с рыбкой. Вот видите, уже плиточка, она почти ссыпая уже. Это кафешка с кроликами, да, правильно? Вроде бы да. Вот такие мы зимой голодные, да, радуемся вискоса, ты закорми, или его летом закорми. Ну ты молодец, ты переехал к кафешке, которая работает, я думаю, они ему хоть что-то подкидывали. Да, красавчик. В хорошем месте. Он сухой, то есть, что значит, что он под дождем не был. Саритаж, Сан-Франциско, Луна. Луна работает, Сан-Франциско. Не знаю. Саритаж нет, конечно. Все, включусь где-нибудь дальше. Это пляж Саритаж, где вы купались. Солнышко просто потрясающее. Просто вообще огонь погодка сейчас. Волны потрясающие здесь. Здесь девушка сидит, тоже снимает волны. Сейчас мы сверху еще их посмотрим. Вчера я видео делал сверху. Но сегодня аж торминг побольше, чем вчера, да, и покрасивее выглядит. Вот тут я вчера делал видео прямо с моряной. Отдельное. У моря моря называется, можете посмотреть. Просмотров мало, я не знаю, неужели люди не любят море даже. Вообще я не пойму, если честно, вообще, что людей интересует, если ничего вообще не смотрится. Вот здесь. 890 Россия. 890 Россия. Да, вот тут, по-моему, я вчера стоял. Волю, вот там, вот, рядышком. Не, вот там, наверное. Смотри, какая красота, Вау-Вау-Вау. Вообще жесть. Всего, как отсюда все. Даже не верится, что я тут плавал прямо, прямо здесь плавал. Вон, там человек тянет что-то, сейчас вытащит что-то крупное. Что там он к лесу тянет, не увидел я, что он там вытащил. Солнышко, только не уходи, солнышко, не уходи. Отступай к горе туда, чтобы тебя тучи не догнали. Иди туда, правей. Сейчас я зонтик спрячу, пройдем еще в следующий пролетик. Вы знаете, посмотрел, сейчас, получается, я иду в сторону дождя. То есть там вот в сторону Махмутлари, наверное, Оливеняка. Сейчас и в Газипаше тоже. И может быть даже в Кистелле, потому что я вот ухожу, я уже почти под тучами. А там ясное небо. Я ухожу со стороны, где нет дождя. И, блин, иду, иду чуть ли не в дождь, получается. Но пока-то тут солнышко светит, но там вот где Газипаша, Утопия, отель, там сейчас точно дождь, наверное, идет. Смотрите, как красиво, е-мое. Какая красотища. Не успело солнышко убежать от этих туч. Они его сейчас закроют снова. Хотя, по идее, закат, оно должно перемещаться туда, к крепости. Но что-то вот оно не успело от них сбежать. А впереди, впереди реально темно и страшно. Так, или у меня галлюцинация, или где-то отдаленно я гром слышу, где-то там доносятся. Раскаты еле-еле. Ладно, идем дальше, мы не боимся. Идем дальше по Тосмуру. Что-то у меня, друзья, такое впечатление, что там вот на вершине есть немножко снега. По-моему, это реально снег. Ну, она далеко, понятно, эта гора, но... Где-то я, да, где-то я, по-моему, в каких-то новостях читал на днях, что где-то недалеко у нас тут выпал первый снег. Ну, там гора, недалеко это образно. Пляжи Гранд Тойсалы, Гранд Кэптон, Пирс, Гранд Кэптон. Ни одного человека нет. Там что-то до, походу, до самого почти Демчая, почти никого. Один или два человека на весь берег. Где же романтики? Вот солнышка сейчас пока нету, вы видите. Нету этих котеек. Рыжего второго и черного без хвоста. Куда-то попрятались, дождь был, видимо, убежали куда-то. Впереди пахнет дождем, я слышу это вот, как бы, такой, знаете, даже как... Немножко как холодок веет оттуда. Что за шум там, что-то происходит на Гранд Кэптон. Что-то где-то шумит, что-то где-то... Какие-то работы идут. Вон он, черненький без хвоста. Ну, вот так я и думал, что они где-то прячутся. Там еще кот он вчерашний, который по берегу ходили. Вот как они... Здесь он не зайдет, я, по-моему, дал поесть. Вон он там, в барчике Гранд Кэптон, черный без хвоста. И беленький один там, а рыжего не вижу. Как тебя покорми, чувак? Ну, что-то он там ест, что-то нашел. Друзья, он так ловко это сделал, короче, он уже здесь. И этот пришел, смотрите, вот. Беспостая красота и рыженький тоже. Все здесь, да? Все будут кушать, да? Там еще котейка он. Иди сюда. Вот туда. Сейчас, сейчас даю. Голодные, да? Мало людей сейчас ходит, кормящих, да? Кошки туда накидал, она подбирает там. Кушай, кушай, пока дождь не пошел, а то размоется. Ну, в общем, они, наверное, здесь по барчикам все прячутся, когда дождь идет. Вот. Видите, как они осыпали кучками, да, чтобы не смело волнами, потому что если гигантский шторм будет. Друзья, я не протирал объектив, надеюсь, там помехи, если есть, то небольшие. Так, солнышко, солнышко, сейчас она будет вниз садиться, но мы опять его увидим, закатик мы. Финалочку закатика увидим. Котейка ходит, собирает теперь там на несколько квадратных метров, валяются вкусняки, она ходит и собирает теперь. Что, идем дальше, дождя мы не боимся, даже если он пойдет. Идем дальше, а там освещается домик, и вон, вы видите, светлый солнышком сейчас. 716 поехало. Это не Казань, случайно? Смотрите, тут вода доходила прямо до стены, то есть пляжа практически нету. Вот такие вот были, видимо, еще сильнее шторм был, либо ночью, либо утром. Все размыт полностью, пляжа как и не было здесь. Хотя этот шторм еще далеко не самый сильный, который может быть. Стульчик убрали, там реально человек, видимо, вчера сидел. Сегодня что-то не сидит на солнышке. Сторож, наверное. Гранд Кэптон. Трилакс, Вэлла. Дотельчики. Пусто. Даймонд он выглядывает. Да, там никого, по одному, по два человека кое-где. До самого Димчая людей практически нет. Машин мало у нас, обратите внимание. Вот оно, солнышко, закатик у нас пробивается. Так и вниз закатик будет. Его можно наблюдать будет теперь. Даже не верится, что через минут сорок уже будут сумерки. 15 минут шестого, даже раньше. Солнышко сейчас быстро-быстро сядет. Там чистое синее небо. В горах тоже посветлее становится. А вот туда оно уходит все на Газипаша, наверное, или куда-то вот туда. На Марсин, короче, пошли дожди. О, буйочек. Причем его вынесло самого, наверное, он оторван. Он, наверное, даже не это. Болтался, его просто вынесло из моря. Какая красота сейчас перед вами. Закат на фоне шторма и солнышка. Видите, какой высоты эти волны. Я не знаю, видно вам или нет. Там два человеческих роста. Буйочек. И аж, блин, назад он несет. Он несет и будет сплавать. Веревка просто откуда-то оторвана. Еще чуть-чуть пройдемся. Юра, Вика, привет, если вы уже там дома и смотрите. Привет вам. Мне казалось, что закат будет до конца. Как-то оно резко меняется. Не было ничего внизу. А сейчас вот три минуты прошло, и внизу он уже куча этих туч. Солнце сейчас в них сядет, и все, и закат мы до конца не увидим. Надеюсь, вам видно хотя бы немножко, насколько 3D тут или 5D сейчас картинка вообще просто потрясающе объемная. Вот смотрите, особенно вот эти вот. Но вот эти все облака, картинка просто потрясная. Это не камера, друзья, это в реале так и есть. И там дальше, смотрите, снежные вершины, он как будто бы вдалеке. Но вот это вот потрясающе объемный сейчас вид такой. Вообще сказка. Я такую прелесть только с окна самолета мог видеть. А сейчас вот в Алании такое бывает, что даже не только с неба, а с суши мы видим такое чудо замечательное просто. Все, сейчас солнышко спрячется, и будет тут у нас темновастенько, и потом темнеть начнет. Парень цветы продает, стоит. Пришли мы к пляжу Даймонд. Ара, Эстония, привет. Я знаю, ты, наверное, на большом экране сейчас смотришь, класс. Пляж Даймонд. Чаечки две летают. Отдельное видео сделал для тех, кто был на этих пляжах. Так, и пойду я, наверное, друзья, не к Димчаю, а туда, в сторону White and White, апельсинки. Пройдусь, наверное, туда. Потому что я вчера там не был. В Димчаю не хочу идти, там холодно будет. На набережной Димчая сейчас будет еще холод веять от реки. Там будет холодно. Все, иду туда, здесь мы все видели, но там где-нибудь включусь еще, может быть, еще раз накаяли. А там уже тогда подальше, где мы еще не были сегодня, обязательно. Еще включусь и покажу вам, как будет темнеть, и буду время называть. Время у нас сейчас... 17 часов 21 минута. Солнышко еще там, но оно за тучами. Минут через 15-20 уже... Так светло не будет. Вот вы видите, небо какое и там, и... В сторону Марсина какое небо. И какое небо там, в сторону Анталии. Чаечки две лета. Хочешь, ходил сколько, я не замечал, что здесь шиповник такой красивый, отсветет сейчас. Тут шикарный шиповник, а его здесь довольно много. Вот реально ходил-ходил, а сейчас только... Только сейчас его заметил. Смотрите, он цветет, и ягодки. Еще раз всем советую попробовать обязательно варенье или мармелад из шиповника. Он в Турции потрясающий. 750 поехал в Россию. Смотрите, как много кустика здесь у нас. Черный шиповник еще есть до сих пор. Борис же уже куда-то он скатал. А вон он сидит на море. Сидит, шторм наблюдает. Смотрите, он тоже романтик. Сидит именно, смотрит на море. Становится попрохладнее. 7,97 поехал. Только вот российская машина, две минуты не прошло. Следующая российская. Попрохладненько становится. Да, я чувствую, что ночью будет реально холодно. Вот сегодня ночью, если будет 13 и 12 градусов, то реально можно даже шапочку одевать для прогулки. Ну и в шортах, конечно, точно не погуляешь. Будет холодно. Поэтому мы сегодня ночью гулять не будем. Следующий наш романтик сидит. Ты еду съел, еще тебе подсыпать, да? Где ночуешь? В кафешке тоже сидит и смотрит на море. Люди есть в кафешке, она работает. Есть люди, это кафешка, которая оранжевая, выкрашенная, которая с кроликами. Жуля, я тебя подсыплю, еще. Жуля, подсыпал тебе еды еще. Будешь еще еду? Привет, привет, кто меня знает. Привет, смотри. Решил не идти в Гранд Боярд, смотри. Решил не идти к апельсинке, потому что немножко становится прохладно. Ну, не то, что прохладно, но без солнышка уже. И видео надо выставлять в видосики. Ну, собственно, в принципе, той дождь еще может пойти. Тоже об этом не стоит забывать. Сейчас покажу вам Азию, вход в Азию. А, эта кафешка работает. Мангал Боше этот работает. Они внутри, люди сидят, просто их не видно там. Все, сумерки начинаются. Азия, вспоминаем, кто в нем отдыхал, как вы сюда заходили, выходили. Снова выходили, снова заходили. Ходили на море и так далее. Вот так вот она выглядит сейчас пустынно. Дальше вообще. Ходилдеровых людей нет, нет, есть, есть. Сувенирная улочка. Возле Кайло Азии. Футбольные поля. Друзья, кто-то спрашивал про бильярд. Не помню про какой. Вот здесь вот есть бильярд какой-то, кстати, на втором этаже. Кайло Азия. Магазинчик пустой этот. Вы сделали здесь, в принципе, как бы для туриста в основном. Блин, пока я это в мыслях все. Посетить какие-то заброшки. Пока я об этом только дома их уже сносит. Все. А, е-мое, тут уже все, ни одного дома нет. Друзья, вы поняли, где я нахожусь? Все. Ни одного дома уже нет. Елки-шпалки. Их же тут было 5 или 7. Скука здесь ни одного. Один бассейн от них остался на память. Это все. Не попал я в заброшки. И не показал он, как их сносит. Пропустил, блин. Канатик. Все. Строитель он тут еще что-то, видимо, делает. Разрушал или я не знаю. Если хотел туда зайти, а тут не пройдешь. Блин, кода нет. Хотел пройти, походить тут, где бассейны. И тут уже не пройдешь. Тут уже все развалили. А будку здесь поставили. Типа сторожи. Не знаю, что он тут сторожит. Короче, все. Их все полностью уже развалили. Вот так вот прозевал Рома. Столько заброшек, блин. Можно было по домам по этим походить. Они-то все надежные были. Уверен настоящие. Интересно, где эти все люди, где они получили жилье. Далеко отсюда или нет. Все. Что здесь будут строить, интересно. Будем наблюдать потом. Что-то здесь будут делать, конечно же. Может быть, отельчик даже какой-то построят. Может, жилой комплекс. Так, давайте я с вами попрощаюсь. И там, если что-то еще увижу. Интересно это. Включусь. Спасибо. Вот такая прогулочка получилась. 150. Россия. Правый руль. О, это значит, какой-то из... Из-из. Правый руль. Давно не видел правый руль. Или вообще не видел еще в Аланин с правым рулем. 150. Надо посмотреть. 17.46. Время, друзья. Так вот, мы погуляли. Что-то перестала моя пушистая здесь выбегать. Несколько дней уже не видел котейку. Любимую пушистую. Футбола тоже нет. На финалочку еще на карфуре вам сделаю. Покажу, что-то у нас есть. На витринах. Ничего почем. Блин, я не вижу. Оно мелко там все написано. Хотел быстро сказать. Бананы по 9.90. Это не эквадорские, это местные. Кстати, нормальная цена. Бананы очень хорошие. Сейчас возьму веточку. Апельсины по 5 лир 4.99. Рыба здесь. Чупрато, беждорадо. Хорошая краска. Ох, е-мое. Вот эта цена. 79.99. Причем здесь ее еще не чистят. 80 лир. Обалдеть просто. Я понимаю, что курс сейчас к доллару, конечно, 13.50, но 80 лир всего она такая, что-то. Ее даже когда по 45 берешь, это как бы я не могу сказать, что дешево. Это 80, однако. Бананчики красивые. Все, пока всем. И лимоны по 3 лиры 2.99 лимон. Полчасика прошло, уже вот так темно у нас красиво. А мечеть подсвечивается и лунна он справа.